МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Независимую прессу в России продолжают прессовать. Одни медиа получают предупреждения, другие – уведомления о грядущем закрытии. На этот раз жертвой стал томский независимый телеканал ТВ-2. В телевизионной и радиовещательной сети России ТРС решили расторгнуть договор с каналом из-за событий в минувшем мае, когда в компании вышло из строя оборудование, и ТВ-2 не работал почти полтора месяца. ТРС обвинил канал в нарушении контракта на вещание, и вот как об этом в своем эфире рассказали наши коллеги. Телекомпанию ТВ-2 могут отключить от эфира. С 1 января 2015 года связисты в одностороннем порядке расторгают договор на вещание ТВ-2. Соответствующую бумагу мы уже получили от Томского областного радиопередающего центра. По сути, это значит закрытие телекомпании. Без эфирного вещания... Юристы готовятся отстаивать право канала на эфир. Судя же по словам главного редактора ТВ-2, журналисты были готовы и к такому развитию событий. Ну и конечно, конечно, любой местный начальник, ему любая компания, которая рассказывает новости, ну просто не по его щелчку, любое медиа, оно мешает. В ситуации нарастающей напряженности будет мешать там вдвойне, втройне. И, ну конечно, если с нами эта история прокатит, то почему она не прокатит где-нибудь там, я не знаю, на Кубани условно, где-нибудь там в Красноярске, в Екатеринбурге, где угодно. О том, как сегодня в России вещается и пишется независимым журналистам, до эфира я говорил с директором русской службы радио «Свобода» Ириной Лагуниной. Ирина, здравствуйте. Добрый день. По-вашему, почему борьба с независимыми медиа в России сегодня такая неприкрытая? Это такое устрашение, элемент технологии, чтобы другие боялись? Потому что, взять пример дождя, открыто выселили. Эхо Москвы трясло, и не факт, что все закончилось. Теперь региональная кампания, которой Кремль никогда региональных вещателей не боялся. Вы знаете, откровенно говоря, других не осталось. Уже это медийное поле свободной прессы настолько сжато, что говорить о том, что кого-то надо еще устрашать, в общем, не приходится. Я бы к этому добавила еще, например, «Грани.ру» закрытый. Это один из первых после украинских, как бы после майдановских медиа закрытый. Ежедневный журнал ЕЖ закрыт, заблокирован на сайте. Лента фактически выехала и в полном составе, и сейчас работает из Латвии, выпускает сайт «Медуза». ТВ-2 – уникальная кампания. С 1991 года, когда она образовалась, она умудрилась сохранить, несмотря ни на что, статус и, на самом деле, и содержание независимой телевизионной кампании. Так что в данном случае это, конечно, знак очень большой для всей страны, для всего медиа сообщества в России. Потому что, действительно, если можно закрыть ТВ-2, то можно уже абсолютно все. Хотя, опять-таки, я замечу, что, если говорить о региональной прессе в России, то не было таких ярких медиакомпаний в последнее время, которые бы подвергались такому давлению из-за того, что уже давно медиа на региональном уровне попала либо под влияние губернаторов, либо под влияние местных властей, либо под влияние местного бизнеса. Что менее заметно, но, тем не менее, тоже влияет на редакционную политику. Еще одна история. Журналисты издания «Русская планета» на медне встретились с новым руководителем. И вот некто Александр Исаев объявил журналистам о том, что курс издания будет резко меняться. И вот его цитата, которую выложил ресурс «Медуза», когда господин Исаев просил не обнародовать внутриредакционный разговор. «Кто хочет уйти по собственному желанию, пусть уходит, но хочу сказать одну сакраментальную фразу. И тогда я с человеком, который поставил эти материалы, буду говорить не по закону о СМИ, а как мужик с мужиком, я обещаю, что он очень будет обижен. Напоминаю, что делают у нас с обиженными». Не приведет ли такое давление на российских журналистов к тому, что эта профессия в России станет маргинальной, станутся только крайние фланги? Или оголтелые агитаторы, пропагандисты, или те, кто будет ругать всех и вся, на чем свет стоит? В какой-то степени это уже происходит, этот процесс идет, потому что, с одной стороны, критика, давайте будем говорить, демократического фланга, да? Те, кто в этом фланге, уже больше часто пользуются лексикой, скажем, Фейсбука или ВКонтакте, чем медиа бывает. А уж какой лексикой пользуется другой фланг государственный, я даже говорить не буду, потому что это давно уже не журналистика, это пропаганда. То есть крайности есть. И вот это давление приводит к тому, что, да, профессия становится непопулярной, из профессии уходят люди. По неофициальным данным, которые я, как директор русской службы, ощущаю на себе очень часто, практически каждый день, мне приходит просьба предоставить какую-то работу на «Радио Свобода». Негде работать, негде уже больше себя журналистам воплотить. А что делать тогда самим российским журналистам, чтобы отстоять свою профессию, противостоять вот этому разделению цеха? Ну, тем не менее, сохраняются какие-то ресурсы. Сохраняются, например, «Граниру». Те же самые, они, несмотря на что, они продолжают, во-первых, издавать свои издания, что прекрасно, на мой взгляд. Во-вторых, периодически рассылают напоминания о том, на каких зеркалах смотреть их в России. На самом деле, в журналистике, как бы, возможности остаются. К сожалению, не остается возможности получать за эту профессию деньги. Благодарю вас. Программу «Настоящее время» продолжит эфир из Вашингтона. Наши коллеги взяли интервью у постпреда Украины в ООН, о чем сказал дипломат. Наташа? Спасибо, Сергей. Но напомним, что вице-президент США Джо Байден приветствовал формирование нового правительства Украины, отметив, что это создает условия для трудного, но необходимого процесса проведения реформ и достижения результатов. Он также заявил, что США будут поддерживать новое правительство, содействуя стабилизации экономики, укреплению демократических институтов и борьбе с коррупцией. Между тем, на министерской встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе было принято решение о создании в будущем году сил быстрого реагирования с целью улучшить способности отражения потенциальных атак России. На данном этапе речь идет о временном шаге. Ну а как поддержку НАТО оценивают в Украине? Вот как нам прокомментировал это постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев. Сегодня, в эти дни, НАТО на своих заседаниях демонстрирует, опять-таки, поддержку. Более того, своими доказательствами о агрессии России против Украины. Они помогают нам в юридическом оформлении того, что они в юридическом понимании, не только нам, а всему мировому сообществу, увидеть, что да, это есть. И тогда совсем по-другому будет оцениваться то, что происходит. Вот эти доказательства, которые НАТО сегодня принесло, раньше приносило, это то, что делает Россию стороной конфликта. Это совсем другой контекст. Речь не идет о том, что нам взяли и открыли двери в ЧНС. Нет, не об этом речь идет. Это не такой простой процесс, и ни одного дня, может быть, даже ни одного года. Но углубление сотрудничества, например, как между НАТО и Швецией, сотрудничества вне членства, вот здесь возможно. А вот реакция украинского посла ВОО на новое соглашение перемирий между украинскими военными и представителями самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Столько раз договаривались, столько раз противоположная сторона нарушала. Конечно, всегда остается надежда. Но реально мы будем видеть, что дело идет к перемирию, когда та сторона начнет выполнять свои обязательства под Минскими соглашениями. Пока этого не произошло, к сожалению. И это то, на чем мы настаиваем. Это то, на чем настаивает Совет Безопасности ООН. В последнее заседание все 14 членов, 15-му России, сказали делать, выполнять. Госсекретарь США Джон Керри признал, что санкции Запада не привели к прекращению российской поддержки сепаратистов, хотя и нанесли ущерб российской экономике, которая, по прогнозам, войдет в будущем году в рецессию. На пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Керри предположил, что в своем обращении к народу в четверг президент России Владимир Путин будет говорить именно на эту тему. Керри также в очередной раз подчеркнул, что у кризиса в Восточной Украине нет военного решения, а у России есть возможность изменить свою политику, что приведет к отмене санкций. В Украине при этом в преддверии речи российского президента явно настроены не слишком оптимистично. Ничего не ожидается, что страна, которая говорит много, а делает противоположное, она просто потеряла доверие. То есть, что бы ни сказала российское руководство, пока это не будет воплощено в дела, а дела это Минские соглашения, очень трудно поверить, что даже самые благие заявления с намерениями, что их кто-то когда-то решил, пусть покажет хоть раз, начиная с кризиса, были и Женевские встречи, встречи были и в Берлине, и минские переговоры, которые привели к решению, ничего не произошло. Поэтому мы словам не верим. То есть, верить надо делом. Марси Каптур, член Палаты представителей Конгресса США и сопредседатель парламентской группы сторонников Украины, призывает украинцев запастись терпением. Для того, чтобы санкции против России имели реальный эффект, потребуется больше времени и больше усилий со стороны США, стран в регионе и международного сообщества. Я думаю, что с течением времени они будут успешными. В законопроекте, который мы предлагаем в Палате представителей, есть дополнительные санкции, и для их действия нужно время. Глобальные цены на энергетику тоже, я думаю, действуют не в пользу России. Всему этому надо дать шанс доиграть до конца, и нам нужно терпение. США не хотят быть слоном в посудной лавке и каким-то образом создать больше сложностей. Однако нам нужно дать санкциям время для того, чтобы начать работать, и при этом позаботиться о том, чтобы у Украины были необходимые средства самозащиты. Другая тема. По итогам сегодняшней брюссельской встречи 60 партнеров коалиции по борьбе с радикальной суннитской группировкой «Исламское государство» было сделано заявление с подтверждением готовности реализовать долгосрочную стратегию по ее уничтожению. Основным вызовом для США и партнеров является выполнение задачи по ослаблению и в конечном итоге уничтожению «Исламского государства», не будучи при этом встянутыми в военное предприятие на несколько фронтов. Теперь передаем эфир в Прагу. Наши коллеги расскажут о том, как была воспринята инициатива украинских властей о создании Министерства информации. Сергей? Да, в ОБСЕ раскритиковали создание в Украине информации. Представитель организации по вопросам свободы слова Дуни Миятович в своем твиттере эту инициативу украинской власти назвала «угрозой свободы слова», отметив при этом, что это не способ борьбы с пропагандой. И также чиновник сообщил, что завтра будет говорить об этом с главой украинского МИД Климкиным. Ну и пока Киев создает еще одно министерство, ситуация на востоке Украины остается сложной. Несмотря на мирные договоренности, огонь на Донбассе продолжается. Пожалуй, самая горячая точка – Донецкий аэропорт. Шахид Иякуб. По словам местных жителей, прилегающих к аэропорту деревень, обстрелы практически не прекращаются. Эту информацию подтверждает и украинское военное ведомство. Выстрел! Пока военные продолжают артиллерийский пинг-понг, гражданское население Донбасса пытается решать проблемы дня насущного. Сегодня возобновил работу банк самопровозглашенной Республики Донецка, около которого люди выстрелились в очереди для того, чтобы получить зарплаты и пенсии. Перебои с поставками продовольствия привели к другого рода очередям. На этот раз за гуманитарной помощью. В Киеве тем временем сформирован новый кабинет. Премьер-министром стал Арсений Ценюк, который уже и возглавлял украинское правительство до выборов. Интересным стало то, что в новом кабинете появились иностранцы. Руководить финансовым ведомством было поручено американке украинского происхождения, выпускнице Гарвардского университета Наталье Респорт. Не менее важное экономическое ведомство доверили литовцу Айваресу Абрамовичу, который до того, как переехал в Украину, 6 лет назад проживал в России, Эстонии, Швеции и США. Колорит в украинский кабинет добавил грузинский политик Александр Квиташвили, который займется здравоохранением. Следует отметить, что Квиташвили занимал аналогичную должность в правительстве Саакашвили в Грузии. Согласно Конституции Украины, в правительстве могут служить только украинские граждане. Так что всем троим в срочном порядке были выданы украинские паспорта. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявляет, что новая власть на полуострове предлагает крымским татарам покинуть свою родину, обвиняя их в неблагонадежности. Идет прямая такая подготовка. Там даже людям говорят, что предлагают, во всяком случае, крымским татарам покинуть эту территорию. Но почему крымским татарам предлагают? Понятное дело, потому что они опасаются, что в случае военных действий они будут содействовать украинским сезонам. И также любопытно, будут ли крымские татары служить в российской армии. Дело в том, что с апреля 2015 года крымчан начнут призывать на срочную службу. Военный комиссар Крыма Анатолий Малолетко утверждает, что до 2016 года призывники будут проходить службу в подразделениях полуострова, ну а в дальнейшем география будет расширена. Репортаж корреспондента программы «Настоящее время» Сергея Макрушина из Симферополя. В то время как призыв на срочную службу еще не начат, в риском военкомате приостановили набор служащих по контракту. Причина – слишком большое количество желающих и сложности интеграции Крыма в российское законодательство. Ажиотаж в военкомате объясняют небывалым патриотическим подъемом крымчан. Но есть и более меркантильный мотив – зарплата, которая в зависимости от выслуги может составлять до 50 тысяч рублей. В то время как по официальным данным, средняя зарплата в Крыму составляет порядка 14 тысяч. Работа хорошая будет потом в дальнейшем. И сам хочу служить. Так ты на контракт или на срочную? На срочную, а потом на контракт пойду. Но такой заработок несет и определенные риски. Например, можно не вернуться с очередных так называемых учений на российско-украинской границе. На вопрос журналистов, может ли такая судьба постичь военнослужащих из числа крымчан, военком ответил, что никаких учений на границе с Украиной не было. Впрочем, те крымчане призывного возраста, которые опасаются заблудиться на территории Украины во время очередных внезапных учений, могут выбрать альтернативную службу. Законы России это позволяют, если призывник сможет доказать наличие убеждений, не позволяющих брать в руки оружие. Где лучше всего живется коррумпированным чиновникам? Этот вопрос я адресую своим коллегам в США. Они изучили новый отчет. Наташа. Да, Сергей. Transparency International, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией, публикует сегодня ежегодный, уже 20-й отчет об уровне коррупции в разных уголках нашей планеты. И выводы не очень утешительные. Из 175 стран, 2 трети получили оценку ниже 50 баллов по шкале от 0 до 100. Чем ниже оценка, тем выше уровень коррупции. Россия получила 27 баллов. Это очень негативный показатель. Комментарий Даниила Дудиса, представителя Transparency International. Россия ныне занимает 136 место из 175 по уровню восприятия коррупции. Ситуация, без сомнений, достаточно тревожная. Путин создал однопартийное государство, в котором расцветает коррупция. В России развита коррупционная поддержка друзей, криптократия. Ее юридическая система не способна справиться с теми, кто реально грабит народ России, расхищая миллиарды долларов. С нами на связи из Нью-Йорка наш корреспондент Михаил Гудкин. Миша, судя по заявлениям представителей российских властей, Россия уже много лет борется с коррупцией очень активно. С чем вообще объясняется такой рейтинг? Ну, если можно, что вообще происходит на постсоветском пространстве? Да, действительно, Россия не смогла продвинуться вперед в деле борьбы с коррупцией. Но вот на некоторые причины указал один из авторов доклада, которого мы только что слышали. Transparency International отмечает, что по-прежнему неэффективна система декларирования доходов со стороны чиновников. Расследование коррупционных дел по-прежнему не приводит к результатам. И по-прежнему достаточно сильно бюрократическое давление на компании и бизнесы, которое, собственно говоря, и создает среду, питательную среду для роста коррупции. То есть целый ряд факторов, которые России по-прежнему не удается изменить. И в целом Россия получила на один балл меньше, чем в прошлом году, и передвинулась со 127-го на 136-е место. В других странах бывшего Советского Союза ситуация, ну, в некоторых немного лучше, в других немного хуже. Кстати, вот это 136-е место Россия разделяет с Кыргызстаном. Среди наиболее продвинутых стран в деле борьбы с коррупцией государства Прибалтики, Литва, Латвия, Эстония. Грузия занимает 50-е место. Где-то посредине Казахстан, Белоруссия и другие страны. И наименее благополучными странами, которые вошли в десятку самых коррумпированных, стали Узбекистан и Туркменистан. Спасибо. Это был наш корреспондент в Нью-Йорке Михаил Гудкин. Прага, мы снова возвращаемся к вам. Куда девать белорусские мясо и молоко? Минск перестает чувствовать себя, как сыр в масле, склады заполнены. На Медне Москва запретила ввоз на свою территорию продукции около двух десятков белорусских предприятий. Причина якобы несоответствия продуктов санитарным нормам, претензии России к качеству белорусского мяса и молока участились одновременно с сообщениями о белорусской контрабанде еды из Евросоюза. Западные сыры, креветки, овощи и фрукты в России запрещены из-за ответных санкций. Хотя Минск утверждает, этикетки не переклеивал. Ну, если и переклеивал, то импорт перерабатывал. Санкции Кремля против европейца Владимир Путин ввел в одностороннем порядке. И Беларусь, и Казахстан их водить не собирались. Ну, а тут еще и внутренние торговые ограничения появились. А как же таможенный союз? Назвав запрет белорусского мяса и молока неприличным, Александр Лукашенко раскритиковал Москву. Разного рода жулье, которое вертится в России сегодня, хочет нагреть руки на российском рынке за счет взвинчивания цен. Поставка белорусских товаров значительно сдерживает рост цен в Российской Федерации. А, естественно, кому это не на руку, мы знаем. Но это их проблема. Вопрос состоит в том, что Россия пошла на нарушение всех наших договоренностей, которые мы достигли в таможенном союзе. Стоит ли ситуация того, чтобы остро критиковать Россию? Наш корреспондент отправился к белорусскому экономисту, профессору Леониду Заику. Весь наш молочный экспорт миллиард, мяса еще чуть-чуть туда добавим, столько же примерно. А на каждой российской миллионе тонн нефти мы зарабатываем 400 миллионов. То есть реально, реально, наши угрозы, они, в общем-то, достаточно непродуктивны с точки зрения отношений с Россией. Цены на мясо у нас высокие. Если столько мяса много, давайте снижать цены. В соседней Польше фермеры продают килограмм свинины меньше, чем за один доллар. Если не умеем, поехали в Польшу учиться туда и отправим, начиная с министра сельского хозяйства. При этом экономист допускает, что нынешние запреты – это не спор Москвы и Минска. Это могут быть укусы со стороны людей ниже, чем кремлевские, так сказать, иерархи. Это может быть конкурентная борьба. Но я не думаю, что два президента – Путин и Лукашенко – будут драться из-за куска мяса свинины, которые содержат в себе какие-то вирусы, какую-то биохимию, какие-то микробы и прочее. Это смешно просто. Ну, если по-настоящему приглашайте в гости Путина и ешьте этим мясо. Показывайте, что вы, так сказать, можете конструктивно решать этот вопрос. И вновь время передавать слово в Вашингтон. В мире все чаще сравнивают Путина и Сталина. В Соединенных Штатах даже конференция на эту тему прошла. О чем говорили? Наташа? Лучший способ предвидеть будущее – это помнить прошлое. С этим изречением британского политика 17 века Маркиза Галифакса, по всей видимости, согласны вашингтонские политологи, которые организовали конференцию «Путин и влияние России в мире. Наследие Сталина». В чем похожи эти два лидера, по мнению американцев? Это выясняли Александр Панов и Дмитрий Шахов. У него нет принципов, только цели. У него нет морали, только потребности. Поводом собраться вашингтонским экспертом по России послужил выход в свет первой книги трехтомника о биографии Сталина «Парадоксы власти», написанной профессором Принстонского университета Стивеном Коткиным. Книга не только о Сталине, а о природе власти в России. Она помогает понять сегодняшние реалии, говорит автор. Россию снова обманывает и обижает Запад. Россия – исключительная страна, которую не понимают. Россия жаждет реванша. Эти претензии повторяются вновь и вновь. Мы должны быть осторожны с этим феноменом. Должны помнить уроки истории. Здравствуйте, товарищи! 15 лет Запад ищет ответ на вопрос «Ху из мистер Путин?». Аннексия Крыма, поддержка сепаратистов на востоке Украины проходят на фоне заявлений Кремля о готовности защищать русскоязычных соотечественников в других странах, становление национализма в виде государственной идеологии. А еще раньше была маленькая победоносная война в Грузии при президенте Медведеве, которого называли престолодержателем. Для Запада очень важно понимать главного человека в Кремле, потому что он является самым могущественным лидером страны со времен Иосифа Сталина. Эта книга дает нам основу для понимания нынешнего лидера России так же хорошо, как она это делает по отношению к Иосифу Виссарионовичу. В эти дни исполнилось 80-е годовщина убийства Кирова, ставшая поводом для развязывания в стране кампании большого террора, дата, прошедшая незаметно в российской федеральной прессе. Вопрос, который задают вашингтонские кремлинологи, возможно ли возвращение самых мрачных времен по мере ухудшения экономической ситуации в России и угрозы социальных волнений? Это зависит от того, насколько сильно Путин хочет оставаться у власти пожизненно, или насколько этого хочет его ближний круг. Если он хочет стать вечным президентом, ему надо либо восстановить экономику, хотя большинство российских экономистов, в том числе его друг Алексей Кудрин, говорят, это вряд ли возможно, либо использовать приемы из арсенала Сталина, установить железный занавес, вырубить интернет, послушать Глазьева и других советников и запретить свободный обмен валюты. Вернуться к модели Советского Союза. Она была наиболее удобна для диктаторского режима. Всемирная история учит нас. Либо хорошая экономика, либо много террора. Как отмечают вашингтонские эксперты, в так называемой крымской речи Путина слово «русский» прозвучало 27 раз, вытеснив ельцинское обращение россияне. Это поразительно напоминало заявление Сталина об особой роли русского народа. Когда после коллективизации и массового голда экономика рухнула, Сталин объявил причиной происки врагов и устроил громкие судебные процессы. К счастью, в сегодняшней России этого пока нет. Но цена на нефть упала ниже 80 долларов за баррель, Россия на грани рецессии, и вы внушаете народу, что стране угрожают внешние враги, а вы защищаете ее от происков НАТО и объявляете, что украинская революция привела к власти фашистов, и это только первый шаг перед атакой на Россию. В результате популярность Путина взлетает, и он выглядит защитником матери Родины. А гражданам говорят, вы должны чем-то пожертвовать ради того, чтобы страна была спасена. Это даже не Сталин придумал, это прием древнеримских императоров. Второй том биографии Сталина о годах Большого террора уже написан и ждет своей публикации. Александр Панов, Дмитрий Шахов для Настоящего Времени, Вашингтон. Сегодня отмечается Всемирный день инвалидов. По данным ООН, свыше миллиарда человек в мире имеют ограниченные физические или умственные способности. При этом зачастую им приходится сталкиваться с дискриминацией и стигматизацией. В США речь идет о 57 миллионах человек, это 19% населения. Однако при этом инвалидность не считается приговором. Многие люди с умственными или физическими ограничениями ведут полноценную активную жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok на этом у нас все. Вы смотрели программу «Настоящее время», которую для вас подготовили «Голос Америки» из Вашингтона и радио «Свобода» из Праги. Не забывайте заходить в наши соцсети и на сайт currenttime.tv. Сергей, до следующего эфира. До следующего. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...